Власти Иркутской области обнародовали предварительную стоимость асфальтовой дороги на Альхоне. Свыше 2 миллиардов рублей. Завести 320 тысяч кубометров щебня и 50 тысяч асфальтобетона, земляные работы на 600 тысяч кубометров, также затраты на строительство причалов, ливневую канализацию и очистные сооружения. Это все мероприятия, которые позволят не загрязнять и очистные сооружения, которые необходимо будет построить для того, чтобы все это не сливалось в наше с вами великое и любимое озеро. Поэтому, как уже сказал, 200 миллиардов – это наши предварительные расчеты. Активисты Всероссийской дорожной инспекции, заехавшие с проверкой и на Байкальский остров, мягко говоря, удивились таким цифрам. Координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев считает, стоимость даже при сложностях по доставке гравия и асфальта с материка будет около 800 миллионов рублей. И предлагает обратить внимание прокуратуры на подготовку документации, расчет смет и прохождение экспертизы. Вот проблема у нас в том, что до сих пор нет законодательства такой технико-ценового анализа всех этих решений. То есть мы можем, согласно нормативу, запроектировать дорогу даже из бриллиантов. Экспертиза это пропустит, потому что она будет из бриллиантов, и у бриллианта есть конкретная стоимость. Активисты Народного фронта настаивают, существующую грунтовую трассу надо только заасфальтировать, а материалы куда дешевле завести зимой по льду, чем тратиться на причалы и переправу. Остров Ольхон это жемчужина Байкала. Ввиду уникальности природного ландшафта передвигаться здесь запрещено даже на квадроциклах, не говоря уже о том, чтобы разрабатывать на этой территории гравий. Проблему дороги на Ольхоне поднял капитан в отставке Виктор Власов на прямой линии с президентом. Попав в ДТП из-за сплошных ям на трассе и потеряв машину, он не смог больше терпеть. Гаишники, как и сказали, соблюдайте скоростной режим. А если скоростной режим там соблюдать, надо 5-10 километров в час ехать. А чем быстрее едешь по этим шишкам, тем меньше трясет, меньше развалу. Будешь 20-30 километров в час держать, у тебя все зубы повылетают. В начале августа президент, приехав на Байкал, спросил у иркутского губернатора, во сколько обойдется дорога. Но тогда цифр под рукой не оказалось. Предварительные расчеты администрации Иркутской области, вызвавшие общественный резонанс, направлены на согласование в Москву. Между тем, у автомобилистов, заехавших на Ольхон, продолжает ломаться транспорт. За один час, пока наша съемочная группа работала на острове, к примеру, у малолитражки отвалилось колесо, а водитель грузовика, тщательно выбирая из всех дорог наиболее безопасную, все равно застрял. Антон Артемьев и Юрий Артемьев, Иркутская область. Специально для НТВ.